Программа «Внедорожники 4х4» в гостях у королёвского оффроуд-клуба «Леший». В этот раз полноприводники собрались в одном из подмосковных карьеров, чтобы помериться с силами на очередном этапе по джип-триалу. Надо сказать, что в российском оффроуде триал наименее представительный. Особые требования к технике. Максимальная подготовка экипажа с триалом – шутки плохи. Забытая людьми из-за того, что тяжёлые трассы, калечится машина, ломается, мы как-то собрались стихийно, покатались сами, пообщались и решили восстанавливать забытые традиции триала в России. Триал хорош тем, что трасса, ворота, всё находится рядом. Все перипетии борьбы проходят непосредственно перед зрителями. В трофе машина уходит в леса поля и пропадает там на весь день. Это самое зрелищное мероприятие – джип-триал. Это у всех на виду, то есть можно посмотреть. Трофе недоступно для зрителей практически. Все уезжают в леса и всё, а здесь мероприятие доступно для зрителей. Вообще где-то из 100% взять, да, это где-то процентов 15 приходится на джип-триал, а может быть и того меньше. То есть сейчас проводим это буквально, то есть мы и тут и серия формулы «Триал», да, и всё. Ну, во-первых, в «Триале» нужна голова, умение владеть своим автомобилем за определенный промежуток времени и на определенном промежутке участка. Трофе – это прохождение трассы довольно-таки долго, порой там несколько часов, бывает несколько, целый день там, допустим, катаются ребята. Здесь всё компактно сжато на небольшом участке земли, желательно природного происхождения, то есть какие-то карьеры природные, либо заброшенные разработки торфа, песка. То есть как бы всё ограничено, всё на виду у людей. И я считаю, это моё мнение, я считаю, что «Триал» более показывает мастерство водителя, чем либо другие дисциплины. Я не хочу их обидеть, там тоже профессионализм присутствует, но здесь более, как бы, ну, как бы более жёстко, более сжато. И плюс ко всему ограничения во времени. То есть они не растянуты на часы, на дни, определенное количество минут. В этот раз регламент «Триала» расширили до трёх категорий. На трассу первыми вышли паркетники. Машины категории «Полироли». Для них и делалась трасса практически, ну, грубо говоря, колхозного варианта. То есть что-то такое, типа дороги где-то между деревнями. Съехал с трассы и поехал через поле до деревни. То есть вот для них делалось такого плана трассы. Машины тоже полноприводные. «Субару», «Киа Спартач» тоже полноприводные. Но, допустим, пускать такую машину в категорию подготовленных машин, где ездят на «Сименсах» 32-го размера, то как бы это не серьёзно, и машина эта действительно там не проедет. У нас с этого года стартовало три класса. До этого было два класса. «Стандарт» и «Спорт». А в этом году открыли третий класс. Это категория «Полироли» для паркетников. Стандарт – это до 32-х колёс, подготовленные свыше 32-х. И «Полироли» полностью, ну, паркетнички городские. На стерктуру отводится там 5-7 минут примерно. А так очки начисляются за каждую сбитую вешку, за касание вешки, касание ленты, задние ходы. То есть это вот всё начисляется с штрафной очки. Чем меньше позабивал вешек, сделал задний ходок, тем лучше победил. Вообще 50 на 50. Сейчас просто многие профессионалы после Европы машину чинят. Наши же выступали в этом году на Евро-Триале, и сейчас многие не собрали свои автомобили, обещали быть на третьем этапе. Сейчас было больше дебютантов. Главное отличие этого этапа от предыдущих – трасса проложена в естественном, сильно пересечённом ландшафте между берёз и сосен. Понятное дело, что в таких условиях цена любой ошибки, даже самой небольшой, чрезвычайно высока. Здесь было заложено, чтобы участники больше на рулёжку. То есть они рулили, чувствовали свои автомобили. Первый этап был более скоростной, то есть ровные участки были, а здесь больше рулёжка была, чтобы почувствовать свой автомобиль. Это, кстати, и есть та причина, по которой люди, которые начинали кататься в Триале, ушли в трофе, ушли в ориентирование кататься. Всё-таки здесь есть моменты опрокидывания машины, есть моменты отрывания бамперов, разрывы шрузов, лосей. Вот. Ну, это специфика Триала. Это специфика Триала. То есть от этого мы никуда не денемся, мы же не перенесём дерево в сторону, чтобы машина проехала. То есть это именно те условия, в которых внедорожник как бы показывает свои натуральные качества. Опять же повторяюсь, на маленьком промежутке, на маленькой территории площади показывает свои возможности. Надо чередовать. То есть здесь больше приходится включать голову, чтобы не повредить свой автомобиль. Тут работает больше голова у пилота. В Триале это как шахмат, здесь больше надо думать головой. То есть не всегда зависит от подготовки машины. Здесь больше надо думать. Думать, конечно, надо, но не стоит забывать и о лимите времени. Если долго размышлять перед каждыми воротами, потеряешь драгоценные секунды. Дополнительные трудности участникам создал грунт. Песчаная трасса – тяжёлое испытание для техники и экипажей. Песок такой, консистенция такая интересная. То есть здесь надо чувствовать машину, то есть она может и снести. На песке тяжелее, допустим, чем на обычном грунте управляться. Искусственные препятствия, они отошли. Это было популярно года, наверное, три назад. И это отпугнуло участников. То есть бетонные блоки, да, не каждая из участников готов рвать свой автомобиль на бетоне. Да, ну, стандартная машина не рассчитана для бетонных блоков. А у нас же как, чемпионат России, бетонный блок, и всё. Груда бетонных блоков, не каждый туда поедет. Народ боится из этого джип-триала, вот. А мы делаем грунтовый, народ приезжает с охотой. Если искусственно сделанная трасса, это так называемый бетон, это тоже ведёт к тому, что там и полуоси рвутся, и машины опрокидываются, и зависание происходит, наверное, на раздатках, на коробках. Да, народ отойдёт. То есть как бы так избежать, избежать как бы вот грандиозных поломок там и опрокидывания машины можно, можно. Всё это предусмотрено в правилах проведения. И также, ну опять же, я возвращаюсь к тому, что умение пилота и согласованность работы штурмана и пилота приводит к тому, что машина возвращается на финиш без поломок, без опрокидываний, с нормальными результатами. То есть всё это как бы маленький коллективчик, который сложился, скомпоновался, и ребята катаются. Избежать поломок практически нереально. Ну серьёзных можно избежать, а мелочи, на мелочи глаза закрываются. Поцарапанная дверь, там, помятое крыло, это мелочи. Это просто мелочи. Как говорится, пригоняется машина в новом виде, после первых-вторых соревнований в руки берётся болгарка, кувалда, лом. Начинается восстановление машины, уже подготовка машины для дальнейших соревнований с более такими уже жёсткими условиями прохождения. Вот и всё. Нынешний этап состоял из двух секций. Каждому классу автомобилей свои номерные ворота. Стандартным джипам препятствия полегче, подготовленным внедорожникам потяжелее. Человек, он хочет тоже испытать свои возможности автомобиля, предел почувствовать. По городу надоело всем кататься, решили почувствовать, как себя автомобили ведут на пересечённой местности. Здесь и спортивная составляющая, и народ получает большую порцию адреналина. Здесь же это не трофе, где по грязи, а здесь спуски, подъёмы, чувствуешь машину, когда колёса отрываются от земли. Здесь получается такой кайф от этого дела. С трассой для полированных машин всё понятно. Она не так проста, но всё же проходима. Ворота для профессиональных джипов кажутся неподготовленному зрителю абсолютно не берущимися. Стандарт, запустим на полироле, проезжаем, бывает, даже на стандартном автомобиле. Чувствуем сами, а потом уже ставим ворота. Для подготовленных, конечно, на глаз. А для стандарта полироле проехали, поставили. Нормально. Машины, как говорится, катаются и в стандарте. Это базовая комплектация заводского конвейера. И подготовленные машины, это машины, в которых уже внесены самостоятельно, либо где-то в мастерских технические изменения по улучшению ходовой части, по усилению ходовой части, то есть увеличение дорожного просвета мостов. Дальше усиление каркасных дуг в кузове. То есть это все влечет уже переход уже в более серьезные категории прохождения трасс. И все равно все это начинается с базовой комплектации автомобиля. То есть человек все равно покупает базовую комплектацию и уже делает, где он хочет кататься. Либо он в стандарте кататься хочет, ему нравится стандартная трасса, ему нравится машина стандартной комплектации, он не катается. Либо он выбирает для себя трассу подготовленного автомобиля и готовит машину либо сам, либо в ателье и участвует в этих же соревнованиях. Как и любое соревнование, Триал требует объективного судейства. У этих заездов на международной арене одно время были проблемы с унификацией правил. Регламент постоянно менялся, участники путались в правилах. Наши отечественные треалисты работают по европейским стандартам. Мы работаем, как бы подстроились под европравил, потому что многие из наших спортсменов ездят в Европу выступать, и мы тоже проводим по европравилам наши соревнования, чтобы не было путаниц. Ничего невозможного нету, достаточно три судьи на секцию, и будет все нормально. Иногда приходится делать большие секции, приходится побегать, что поделать. Все нормально, все судимо, все доступно. Триал – довольно демократичный вид спорта и отдыха. Для участия в подобных соревнованиях, как мы смогли убедиться, достаточно обладать вполне гражданской полноприводной техникой. Обычный паркетник вполне подойдет для первых шагов в профессиональный оффроуд. Ну, если соотношение взять, да, где-то 30% профессионалов, процентов 30 – это новичков, процентов 40 – это любителей. Конечно, любая машина не вечная, то есть тут надо исходить, наверное, из бюджета на автомобиль, на чем приезжаешь, усиливать заранее узлы, агрегаты. Любой вид спорта – это и трофи, и ориентирование, и триал. Это предполагает какие-то затраты. На автомобиль что-то ломается, что-то модернизируется. То есть по-любому надо вкладывать финансы. Но это доступно, если категория стандарт, и там, и там доступно для обычного человека. Лучшие, как бы, из лучших выявляют международные соревнования, да, лучшая подготовка также выявляется на международных соревнованиях. Ну, допустим, если брать отношения по Московской области, да, то по нашему клубу отзывы идут довольно-таки неплохие. Людям нравится, и каждый год народ приезжает все больше и больше. Ну, вот. Я думаю, что, в принципе, как бы, это, как бы, одним словом не назовешь, где лучше, где хуже. Просто все зависит еще от того, что, ну, как бы, что хотят организаторы. Что хотят организаторы. Либо шоу, либо просто какая-то легкая покатушка с дальнейшим продолжением шелыков, там, чисто отдых на природе, да. Вот. Мы, как бы, придерживаемся такого принципа, что люди должны себя показать, что-то почерпнуть для себя новое, попробовать свои какие-то домашние заготовки. Вот. Допустим, есть люди, которые приезжают в наш клуб кататься просто перед какими-то соревнованиями. либо в промежутках между соревнованиями, там, по России приезжают просто, как бы, на тренировку. Минимум надо знать по-любому, да. Вот. А так все тоже зависит от кошелька. Кто-то, у кого-то денег много, он приехал, вот. Сломал машину, пригнал в сервис, ему сделали, он ее забрал. А кто-то вот сидит сам в гараже, делает, модернизирует. Все зависит от желания и возможности. Как почувствовать трассу? Как пройти ворота с наименьшими потерями? Каждый откат задним ходом – штрафные очки. Чуть ошибся на входе на ворота, и все – касание вешки или даже сбитая древка. Одна голова – хорошо, две – лучше. В Триале, как и в других внедорожных дисциплинах, экипаж состоит из двух человек. В Триале не обязательно два человека. В Триале может быть и один человек, честный пилот. Он и штурман. То есть штурман в Триале – это глаза пилота той стороны, которую он не видит. То есть правого борта машины, как правило, пилот не видит, потому что зеркала сложены. И штурман в этом помогает пилоту для прохождения, нужно для прохождения именно препятствий, не касаясь этой стороны. Ну, многие катаются и по одному человеку, одним человеком экипажа. Тоже неплохие результаты, и достаточно нормально катаются. Ну, предварительно роль штурмана еще здесь играет немаловажную роль, вернее, штурман играет. Это первоначальное прохождение трассы, то есть ознакомление с трассой. У пилота у него свое в голове, как машину, где газу, где на тормозах, где влево, где вправо. Штурман просчитывает углы поворота, как подсказать водителю, куда лучше машину направить в том или ином направлении, для прохождения определенных секций ворот. В принципе, вот вся роль штурмана. Я не хочу обижать людей, которые приезжают к нам просто покататься, и люди, которые приезжают с профессиональной точки зрения. Естественно, во-первых, должно быть желание. Желание ведет за собой стремление. Если у человека есть то и другое, то человек начинает набираться опыта. Это как, грубо говоря, как у шоулений. Монахом стать ты можешь, а достичь чего-то другого за два дня ты не достигнешь. Так и здесь. Люди годами учатся, люди годами приезжают, катаются. И опять же, если есть желание подниматься на более высокую ступень, люди начинают интенсивно тренироваться, сами по себе тренироваться, посещать такие же мероприятия в других городах, областях. То есть, как бы, человек начинает сам растянуть собой в этом плане. И учиться, и, как говорится, и уметь машину держать на таком грунте, на такой трассе. Триал дает широкие просторы для творчества. Трассу можно сделать любой сложность. Время года также не имеет значения. Внедорожную технику можно модернизировать до максимальных пределов. Триал примет любую машину. И кроссовер из автосалона, и экстремальный прототип – котлету. Будем модернизировать, будем давать больше рекламы в интернете, везде. Будем подтягивать народ, привлекать большее количество участников, чтобы было интереснее и борьба была более ожесточенной. Мы хотели бы добавить следующее. Ну, допустим, привлечь больше участников на так называемых котлетах. Это на машинах-прототипах, собранных тоже там в ателье во всевозможных машины дугорамной конструкции. То есть, как бы, это более зрелищное мероприятие. У них наиболее тяжелые трассы получаются, и более интересно все получается. Также мы бы хотели, конечно, привлечь на свою сторону молодежь, чтобы люди приходили, смотрели, как бы, может быть, пробовали бы свои силы. Надо просто почаще проводить, и народ потянется. Он потягивается, он чувствует, что это интересно, зрелищно, и начинает действовать в этом направлении. Данный карьер, данный карьер, он, как бы, предусматривает все это, и все это, можно это проводить. У нас приезжали в том году, ребята на прототипах катались, и ребята были в хорошем отзыве. Вот, то есть, это все реально, все сделать. Единственное, что, просто, как бы, плотный график соревнований у людей. То есть, в течение всего года, там, график соревнований происходит, и бывает порой, что люди просто не могут приехать там покататься, из-за того, что машина где-то была разложена на каких-то соревнованиях, и ее не успели отремонтировать. Либо машину готовят к следующему этапу других соревнований более, там, высокого уровня, вот, и, опять же, машина не на ходу, ее готовят. И попасть, вот, как бы, подгадать все вот эти окна, это очень тяжело, поэтому мы, как бы, стараемся придерживаться календаря проведения соревнований по всем внедорожным категориям, да, вот, и пытаемся, но, тем не менее, не всегда это удается. Вообще хочется, чтобы на триал приезжало больше народу, да, вот, чтобы трофисты, вот, многие сейчас стали тоже в триал переходить. Вот, хочется этого количества увеличить. Перспективы, в принципе, я думаю, положительные. В Яроставской области хорошо проводятся соревнования, во Владимирской области, в Ивановской области проводятся соревнования, вот, в Московской области проводятся соревнования. То есть, в принципе, сейчас, как говорится, во всех областях начинается вот это вот движение возрождаться, и люди по интернету на сайтах списываются и приглашают друг друга в гости. Вот к нам, в частности, приезжают из Твери ребята, в этот раз, правда, никого не было. На первом этапе у нас приезжали из Ярославля ребята, то есть, постоянно кто-то приезжает к нам, кто-то смотрит, передаёт там свои, как бы, впечатления другим. Там люди собираются, компаниями приезжают. То есть, конкретно вот, чтобы, как бы, столицы Триала, как бы, её как таковой не существует. Вот, просто в каждом городе есть, есть любители, есть какой-то костяк людей, которые стремятся вокруг себя собрать людей и организовать что-то подобное, такое же, подобное мероприятие. Сегодня ты проходишь Триальную трассу, завтра полученные навыки пригодятся в сложной дорожной ситуации. В городских условиях, ну, грубо говоря, по Москве, ездить через бордюр, большого ума не надо, да, вот, где-то переехать. А по большому счёту, человек, который увлекается рыбалкой, охотой, он приезжает сюда, допустим, смотрит, ну, если не катается, так просто визуально наблюдает и делает для себя какие-то определённые, как бы, заготовочки в голове, там, потому что я, как бы, самый охотник и рыбак. То есть начинал-то вообще кататься именно вот с того, что поехал на охоту, застрял, сам там что-то пытался вытащить машину, порвал все мосты, там, ну, в общем, долгая песня была. Потом встретился с ребятами, поговорили, пообщались, подумали, покатались, сделали друг другу какие-то замечания по поводу эксплуатации машины. И так, как говорится, пошло и поехало. В принципе, в городских условиях триал, он пользы никакой не даёт. Единственное, что он просто, как бы, человека немножко дисциплинирует в плане чего, ну, ты всё-таки на недорожнике, да. Машина мощная, машина, грубо говоря, имеет, там, полный привод. И всё-таки бывает, что в случае зимой, там, какие-то девушки, там, попадают в неловкие ситуации, там, сугробы, там, что-то ещё. Ну, естественно, любой джипер остановится и вытащит машину бесплатно, не потребует денег, телефонов, там, и всего остального. Номеров телефонов, я имею в виду. Просто дисциплинирует водителя к тому, что помощь на дороге, как бы, оказать и не взять за это ни копейки, грубо говоря. Как и большая часть российского оффроуда, триал не избалован вниманием властей. Организацией подобных заездов занимаются, по сути, группой единомышленников. В последнее время к внедорожным стартам стали подтягиваться кое-какие спонсоры. Но о триале, как о массовом явлении, речи пока нет. Хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание, как говорится, и чиновники, и Министерство нашего спорта. Вот, как бы, может быть, что-то бы от них бы, какая-то была бы поддержка в плане проведения соревнований. То есть, может быть, даже бы сделали бы какие-то там курсы бы, там, как вот раньше было ДСАФ, там, да, вот, там, люди приходили, там, учились в вождению, там, мотокросс был при ДСАФ, там, всякие ароклубы были при ДСАФе, да. Вот, может быть, и открыли бы какую-нибудь, там, джиперскую школу для обучения вождения именно на внедорожниках. Ну, и большой славянский, да. Вот, как бы, вот, может быть, как бы вот этого бы хотелось бы в дальнейшем. Ну, а так, в принципе, ну, главное, чтобы не мешали проведению таких соревнований. Вот, вот, чего хотелось бы. Вот, и на этом, как бы, в принципе, наверное, все и закончится. Если никто не будет мешать, и будет дальнейший рост, вот, может быть, и выход, там, на какой-нибудь, там, определенный уровень, там, может быть, российский, там, я не знаю. На втором этапе Кубка Роуэ в зачете полироль победа досталась Алексею Абертынскому. В классе стандарт лучше всех выступил экипаж Нестерова и Колесникова на Ниве. Ну, а среди подготовленных машин первое место заняли братья Корнеевы.